Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня в программе. Уехать нельзя, остаться. Где поставить запятую и как замотивировать специалиста? Первых три главных причины, по которым люди считают себя удовлетворенными по работе, являются, в первую очередь, хорошая заработная плата, высокая заработная плата. Второе, возможность карьерного роста. И третье, чтобы сама по себе работа была интересной. Нужно ли бояться конкуренции со стороны иностранных специалистов? Получить разрешение на работу для иностранца достаточно просто. В этой связи, при отсутствии на нашем рынке труда должных квалификаций, высокую стоимость, есть большой соблазн у работодателей просто взять и привезти иностранную рабочую силу. Как сделать систему подготовки кадров под инвестора максимально эффективной? А здесь мы должны спрогнозировать, на самом деле, вместе с образовательными учреждениями, с органами власти, с самим бизнесом, те перспективы по тем кадрам, которые должны быть в будущем. Михаил Вербилов – будущий специалист в области проектирования и эксплуатации нефтехранилищ. Евгения Кузнецова – инженер-кораблестроитель. Студенты Дальневосточного федерального университета в этом году защищают дипломы. Оба прошли преддипломную практику, каждый на своем будущем производстве – в «Транснефти» и на заводе «Звезда». Да, мы молодые будущие специалисты, все в ожидании чуда, хотим работать на новой верфи. Ну, так как ее собираются открывать в 2016 году, вроде как в проекте, то годик поработать на заводе «Звезда» было бы очень интересно, полезно. Там уже конкретно на производстве тебя берут, тебя отправляют в Тюмень, тебя еще доучивают определенным, конкретным, профильным знаниям, которые нужны именно на этой работе. А, конечно, всю базовую информацию, все базовое представление о нефти и газе, можно сказать, это дает университет. Выпускникам школы, тем, кто еще не определился с профессией, свое будущее представить уже сложнее. Слишком быстро меняется рынок труда. Его перспективы, а также требования работодателей к качеству образования обсудили участники конференции «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке». Сейчас в службах занятости 9 регионов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, около 170 тысяч вакансий. При этом количество безработных, которые официально зарегистрированы, всего лишь около 60 тысяч. То есть получается, что количество вакансий больше чем в три раза превышает количество безработных. Поэтому нужно привлекать людей из других регионов. В этой связи при отсутствии на нашем рынке труда должных квалификаций, высокую стоимость, есть большой соблазн у работодателей просто взять и привести на странную рабочую силу. На самом деле, самым главным решением у нас в этой части является, в первую очередь, опережающее создание хороших рабочих мест. И мы с вами понимаем, что гастарбайтеры там или еще кто-то, они идут на низкооплачиваемую работу. Мы же не привозим очень высококвалифицированных там массово людей на высокооплачиваемую, высококвалифицированную, высокотехнологичную работу. Нет, мы привозим их, как правило, на те рабочие места, которые почему-то не механизируем, не автоматизируем, которые архаичны, скажем так, по своему характеру трудового процесса. Тем не менее, в отдельных отраслях без высоко квалифицированных иностранных специалистов не обойтись. Яркий пример – завод «Звезда», где предусмотрено производство судов для освоения арктического побережья. Здесь требуются самые передовые технологии судостроения, а значит, необходимо обращаться к лучшим мировым практикам и разработкам. Территории, приезжающие в развитие в плане кадровой работы, дают такую преференцию, как льготный, вернее, как упрощенный въезд иностранной рабочей силы. Для нас она интересна по двум направлениям. Первое – это, конечно, привлечение на первых парах экспатов, потому что у нас новые технологии, технологии зарубежные. Нам бы хотелось привлечь специалистов, которые покажут нам, объяснят и помогут начать работать на этом новом оборудовании. А второе – вот эту функцию обучения хотелось бы локализовать в России. И с этой точки зрения, так как у нас в администрации Края идет большой проект по созданию многофункционального ресурсного центра, вот эти люди из зарубежных колледжей могут работать там и, соответственно, передавать знания уже нашим тренерам, которые в дальнейшем будут сами уже учить своих сотрудников. То есть вот с этой точки зрения, конечно, ТОРа для нас – это очень большой выход. Число таких приглашенных иностранцев не может быть настолько большим, чтобы существенно повлиять на рынок труда. В подавляющем большинстве случаев работодателю выгодно отдавать предпочтение местным специалистам. Но здесь существует другая проблема – качество образования и необходимость подготовки кадров под требования конкретного инвестиционного проекта. Рабочее место – это не просто, собственно говоря, место заработной оплаты. Это уровень квалификации. В связи с тем, что у нас приходит иностранный бизнес, с уровнем, собственно говоря, требований и к рабочей силе, то мы должны сформировать систему образования таким образом, чтобы у нас квалификация и позволяла, собственно говоря, успешно вести этот бизнес. Первый этап, допустим, реализации проекта ТОР «Надежда Скайя» у нас – это 2017 год. И мы, в принципе, к 2017 году говорим о том, что нам потребуется 1600, если мне не изменяет память, новых рабочих мест. Это специальности разные-разные, и мы сегодня будем говорить о том, что вузы должны их обеспечить. Если мы говорим про интегрированную развлекательную зону «Приморье», которая должна заработать у нас в середине лета, то мы уже сегодня говорим о том, что нам порядка 500-600 человек нужно, собственно говоря, для того, чтобы привлечь на первом этапе человек. А при этом мы говорим с компанией, допустим, «Элка», с лидером этого бизнеса мировым, и они, на самом деле, высказывают в том числе некоторые претензии по отношению к качеству и подготовке специалистов нашими вузами. То есть они говорят о том, что наши специалисты не совсем отвечают тем международным подаркам и требованиям. Приморские вузы готовы работать над качеством подготовки специалистов и уже успешно сотрудничают с крупнейшими российскими работодателями. В частности, ДВФО корректирует свои учебные программы во взаимодействии с партнерами – компаниями «Роснефть», «Агат», заводом «Прогресс» и дальневосточным центром судостроения и судоремонта. Эта подготовка не будет эффективной, если мы будем ее осуществлять по старым стандартам, по старым принципам. Единственная возможность сохранить четкое выраженное качество и ориентацию подготовки – это тесная увязка нашей работы с крупными работодателями, с теми самыми, с теми компаниями, которые реализуют, которые и начинают эти проекты на Дальнем Востоке. Важный вопрос, и его также обсуждали участники конференции, насколько мотивированы сами работодатели в закреплении специалистов на своем производстве. Вопросы, которые волнуют выпускников приморских вузов и в более широком смысле всех приглашенных специалистов, абсолютно одинаковые. Зарплатные ожидания, я думаю, что от 30 тысяч и выше это будет достаточно для жизни в Большом Камне, потому что город небольшой. И главный вопрос – с жильем. Там собираются строить для судоверфи микрорайон. Но сейчас этого еще нет, с жильем проблемы. И было бы очень здорово, если наш завод помог нам, в этом, молодым специалистам, потому что не все с Большого Камня, не все местные. Комфортная жизнь назвать можно в любой момент, но вот зависимо от ситуации, это, конечно, стабильная зарплата, стабильная работа. Ну, в Приморском крае, квартиры и все. Не все работодатели обеспечивают жильем своих сотрудников. Но, как отмечали участники конференции по развитию человеческого капитала, сегодня существует возможность привлекать на реализацию таких социальных проектов средства федерального бюджета. Вы знаете, сейчас появилось очень много программ, которые позволяют нам с государственным софинансированием привлекать специалистов на рынок труда. Это и программы в области образования, и программы о мобильности населения, на которую мы возлагаем большие очень надежды, и программы с точки зрения жилья. Территория опережающего развития, особо экономические зоны, свободный порт Владивосток. На Дальнем Востоке сегодня создается максимально благоприятный правовой режим для привлечения инвестиций и построения экспортно-ориентированной экономики. Но реализовать эту масштабную программу развития нереально без высоко квалифицированных специалистов. Их необходимо подготовить и закрепить на месте, предусмотрев реально действующий механизм мотивации. Создать условия для того, чтобы базовые отрасли Приморского края могли развиваться настолько динамично, чтобы предоставить жителям Приморского края высокооплачиваемую, хорошую, современную работу. Михаил Вербилов родом из Ковалерово, Евгения Кузнецова из Большого Камня. Оба планируют остаться в Приморском крае, где, как считают они, сегодня можно реализовать свои жизненные планы. Спортивная набережная – это первое. Наверное, это Царевича. Ну и, конечно, набережная Аякса – это самое красивое, наверное, место сейчас в Владивостоке. То есть уезжать вы из Приморья не собираетесь? Ну, не планирую. Если только по работе и все. А так по-любому вернусь в Приморский край. Потому что это красота, которую нельзя потерять. Да, я чувствую себя нужной как специалист, и я буду продолжать работать именно по специальности. Мне нравится Большой Камень. Большой Камень – это, скажем, семейный город. Там именно очень хорошо, я так думаю, строить семью, планы, ну и работать, естественно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok